Тверские волки, блядь! ОПГ, которую боялись даже чеченцы! Ну ладно, без шуток, это правда. Тверские волки вошли в историю как одна из... Бля-ля, чёткие пацаны, все в очёчках, блядь, лысенькие. ...самых кровожадных бан 90-х. То, чем занимались волки, можно назвать криминальным террором. Они демонстративно расправлялись с теми, кто вставал у них на пути, на глазах у свидетелей. Блядь, я смотрел на... Ну, я думаю, что многие видели. В общем, не буду говорить на каком сайте. На очень старом его уже не существует. Там были пизданутые абсолютно кадры по тому, как с чуваками расправляются. Бля, я вообще охуевал. Там чуваки открывали, короче, дверь тачки и просто, блядь, вот в упор расстреливали. Это было ебать, блядь. Это было... Ну, типа, реальные кадры. Это было так стрёмно, сука. Это вообще пиздец, как было неприятно. Это прям... Сегодня волков считают наиболее вероятными убийцами знаменитого Михаила Круга. Идейным вдохновителем свирепой группы... Владимирский Централ... ...на протяжении нескольких лет державших в страхе всю Тверскую область, был криминальный авторитет Александр Костенко по кличке Лом. По одной из версий, такое прозвище он получил в связи со своим родом деятельности. И еще до того, как началась его криминальная карьера, Костенко успел поработать... Я один раз ИРЛ увидел такую машину пиздюком. Вокруг спецназа машина в решето. В Тверском доме быта, где был ответственным за прием Лома драгоценных металлов. Характер Лома в 60-х годах закаляли улицы, где он быстро заработал себе непререкаемый авторитет. В столкновении с конкурирующими дворовыми компаниями, Костенко всегда проявлял себя как бесстрашный боец. При этом окружение Лома на вид не имело ничего общего с привычным образом шпаны. Ребята не пили, не курили, занимались спортом и приветствовали идею общности и братства, готовясь всегда прийти на помощь друг другу. Блять, что это за трэш просто нахуй? Я один не понимаю... Курили, занимались спортом и приветствовали идею общности и братства, готовясь всегда прийти на помощь друг другу. Если это пиздилка, то что здесь делают... Что здесь делает вот эта девушка с серьгами, которая была там? Вот она или она Помощь друг другу Даже создали кустарный музыкальный коллектив Фанаты коржа А, это ж называется, как эта штука называется Когда толпа дебилов бежит на толпу дебилов И об друг друга стук, короче Бьется, блядь, как ебанаты И, типа, блядь, колбасится Типа, аааа, ебаня Повеселимся А, слэм, точно, да-да-да-да-да Мне кажется, что это определенная тяга К определенному соитию Вы никак об этом не задумывались Мужики без футболок Бегут на других мужиков без футболок И бьются друг об друга, блядь, пожестче Мне кажется, они просто не могут В какой-то момент признаться себе Что им пора переходить в гач-тусовку И они пытаются хоть как-то Хоть как-то это Ну, вы поняли Компенсировать Спасибо Микандесу за 55, благодарю тебя, бро Тип, где лом был ударником Впрочем, у этой идиллии была своя темная сторона Приятели лома придерживались Идеи национализма и даже расизма Нередко Осуждаем, конечно Они проявляли агрессию К студентам-иностранцам местного мединститута Особенно доставалось Обладателям приметной внешности Африканцам и индийцам Которые быстро уяснили, что Вечера лучше проводить в общежитии Да и в дневное время по улицам лишний раз в одиночку ходить не стоит Дворо Блядь, насколько надо быть конченным человеком Я это сейчас говорю не из-за правил твича Потому что так считаю Конченным человеком Чтобы бить другого человека Только просто потому, что у него другой цвет кожи Или что-то другое Это просто пиздец Ебать, я как об этом задумываюсь Насколько просто надо быть тупым уебаным Блядь, это даже Это настолько бессмысленно Ебать Это Блядь, даже логики Даже чуть-чуть никакой нет Такой Бред, блядь Это такой бред Я в ахуе Это такой идиотизм Пиздос Это они придумали говорить ауф после крутых фраз Это они воюют по ночам Одним словом волки ауф Серега, ты лох, если не в стае Простите, я не в стае Я выступаю в цирке Под названием твич Кончилась для лома с наступлением совершеннолетия Первую ходку Костенко совершил в 1984 году В списке предъявленных ему обвинений Значились приобретения избыт краденого Хранение оружия И укрывательство преступления За все свои поступки Лом получил 7 лет лишения свободы Во время пребывания в колонии Судьба подарила ему встречу с человеком Который стал для Костенко И другом, и подельником Его земляком Анатолием Осиповым Но в душе в неглиже Ты романтик сележа Блядь, у меня ебаный комар Сука, нихуя себе Поймал, что ли, блядь? Поймал, что ли, блядь, нет? Бля, пиздец Как будто бы поймал, блядь Я вот так вот сделал Как будто поймал Охуеть Но не поймал Но не поймал Блядь, ты мне, короче, этой песни напомнил Как мы недавно были на день рождения И там был Гитман Ну, я был там Другие, кучу было, ребят В какой-то момент мы с Гитманом сидели А это было в караоке И там все пели И между песнями была заглушка В виде песни Розовое вино Элджея и Федука И мы сидели с Гитманом Пели ее постоянно Когда были заглушки Просто про Моргенштерна И у меня пошел ассоциативный ряд По кличке Волк Позже Осипов начнет заведовать Боевым сектором ОПГ Созданный Ломом в 1991 году В родной Твери Выйдя на свободу в начале 90-х Костенко понял Что оказался на воле В очень удачный для себя момент Именно в то смутное время Особым спросом пользовались Его качество Сила И беспринципность Оточенная во время отсидки Сплотив вокруг себя Жаждущих наживы единомышленников Он вплотную приступил К обработке тверских бизнесменов У меня есть У меня есть охуенные Кулстори По-моему я никогда их не рассказывал О своей жизни Блядь И о том Какие определенные гонения Пережила моя семья И именно вот Из-за таких чумошников Блядь Это конечно пиздец У меня такая история есть Охуенная В моей жизни Блядь Что прям Хоть фильм снимай Ну как Фильм снимай Ну для рассказа Точно заебись подойдет Если с самого начала Ебаш Организовал подпольную торговлю Золотыми изделиями Занялся валютными махинациями Да я не буду рассказывать Потому что ХЗ Это типа Ну наверное Супер личное Хуй пойми Покупал и перепродавал Старинные иконы А также курировал Группы автоугонщиков Первые два года Все шло как по маслу Подчинив себе Все коммерческие структуры города Лом замахнулся На областные объекты Нихуя Вскоре он установил Свое влияние В близлежащих городах Деньги от лесоперерабатывающей И алкогольной промышленности Строительных компаний И горного бизнеса Проституции Автозаправок Потекли рекой О влиятельном авторитете Прознали его Иногородние коллеги Лидеры Солнцевской И Тамбовской группировок Которые были не против Выстроить с тверскими ребятами Дружественные отношения Но все же Для успешной карьеры Лому тогда не хватило Банального везения В 95 году В милицию поступило заявление От одного из предпринимателей Который обвинил Костенко В вымогательстве И вскоре Лом вновь отправился В тюрьму Отбывать три года А Вот так просто? Казалось бы Казалось бы Блять Ничего не выйдет Да Но что-то пошло не так В какой-то момент Верный союзник Костенко Волк В отсутствии товарища Времени даром не терял И усиленно тренировал Свою бригаду бойцов Которые немногим позже Прославились Как жестокая Тверская группировка Волки Прозвище Волк Осипов Получил от своих сокамерников За кустарные наколки волка На левой части груди Бляля какой волк Похож на жирного кота Блять У которого здоровенные щечки И маленькие ушки Блять Я бы его прозвал котик Мяу блять Жирный котик блять А не волк Обладает аналитическим умом Дерзок и предан Такие характеристики Давали волку стражи порядка Подчиненных Осипов Старался выбирать себе под стать Главной опорой И одним из лучших боевиков Анатолия В итоге стал его сын Александр Младший волк Была Это он был Нихуя В группировке И своей диалоге В итоге стал его сын Александр Блять Вот так на него Посмотришь Да Просто блять Хуйло какое-то А на самом деле Был одним из самых Жестоких бойцов Блять В одной из самых Жестких ОПГ Серьезно Да А вот так вот Со стороны Блять Цукерберг Блять Реально Цукерберг Пиздец Блять Вот так он на зоне У нас сидел Оказано Младший волк Вот так и заработал денег Чтобы открыть свой фейсбук Была в группировке И своя идеология Волк внушал своим Что они относятся К элите Хомо сапиенс И Подобно природным Санитарам леса Призваны очищать мир Человеческий От ненужных ему элементов А таковыми В основном Оказывались Неугодные лому И самому волку Бизнесмены И конкуренты На бандитском поприще Впрочем Ничто Человеческая банде Не было чуждо Жили волки На широкую ногу Имели по несколько Дорогостоящих автомобилей И особняки В черте города Особо заметным Членом группировки Был Александр Агеев Который с детства Воспитывался Набожной бабушкой И дело жизни Определил себе С религиозным уклоном Как только парню Стукнуло 14 Он начал обучаться Искусство иконописи Окончив школу Агеев угодил в армию Где с ним И произошли метаморфозы Побывав на боевых учениях Александр Агеев Ребят Агеев Агеев В ту же мастерскую И одновременно Стал членом клуба Исторической реконструкции Где примерил на себя Рыцарские доспехи И научился владеть мечом Во время показательных Выступлений Парня заметил лом Он частенько Занимался меценатством По части юношеских Организаций Где попутно Высматривал Перспективных новичков Для своей группировки С преданным Агеевым Авторитет не прогадал И через некоторое время После вступления в банду Тот стал личным Водителем лома Но Агеев Вместе с тем С большим уважением Относился и к своему наставнику Волку Который Брюс Уиллис Который тоже усмотрел В новичке Перспективного бойца Примечательно Что став самым жестоким Из всей бригады киллеров Агеев оставался Религиозным человеком И после каждого убийства Посещал церковь Также в бригаде волка Изначально числился Лучший друг его сына Дмитрий Баскаков И их общий приятель Дмитрий Пауков Молодым волкам Стали поручать Ответственные задания Чаще всего Усмирить того или иного Непокорного коммерсанта И те Спасибо большое Смиряли Нередко навсегда Дерзкие бандиты Совершенно не гнушались Замарать руки И запросто убивали Непокорных Причем делали это Практически в открытую Не только не опасаясь Свидетелей Но даже приветствуя Их наличие В этом волки Находили особый смысл И задания выполняли И сеяли страх Среди других бизнесменов В правоохранительных органах Это явление Называли криминальным террором В конце 2002 года У одного пред... Бля, мне кажется Когда дело доходит До криминального террора Ты просто начинаешь Сто процентная Точка отсчет Твоего конца Потому что рано или поздно Ты начинаешь Настолько заебывать всех Что государство Просто берет И ебет тебя в жопу Блядь И какая бы у тебя Охуенная группировка Не было Государство тебя Выбит Блядь Седа в жопу Потому что Самая охуенная группировка Это государственная машина Поэтому Когда ты Начинаешься Такой пиздец Мне кажется Все, блядь Это просто Начало конца И тебе уже Ни бабки не помогут Нихуя, блядь Потому что Ты уже заебешь всех Настолько Что тебя просто Снесут нахуй И все Да Принимателя Который находился Под покровительством Лома Юрия Цветкова Возникли проблемы С конкурирующей Бандитской группировкой Однажды К владеющему Пилорамой Бизнесмену Заявилась тройка парней Которая представилась Подчиненными Держателя района Авторитета По кличке Север Без церемоний Цветкова поставили Перед фактом Теперь он обязан Ежемесячно платить В общак По полторы тысячи долларов Тот категорически Отказался И обратился За помощью к лому Так волки Получили свое Очередное задание Валить конкурентов Было решено 12 ноября 2002 года Цветков выяснил Что в назначенный день Один из вымогателей Устраивает у себя Дома карточный турнир Где соберутся И остальные члены Банды Блядь Типичный Просто Как голливудский фильм Какой-то Чуваки приходятся Садятся за покерный стол Начинают играть Валивается парень И расстреливает Блядь Вооружившись Пистолетами С глушителями Агеев и младший волк Ворвались в квартиру И точными выстрелами Убили всех Кто сидел за игровой Блядь Просто Рафлан ебал Реально Просто фильм снимают Столом Помимо трех Запланированных целей Был убит и их приятель Который не был Участником группировки Мужчине просто Не повезло Оказаться в роковом Для него месте Не повезло Не повезло А еще вдвойне Не повезло Если он еще и выигрывал Убегавших киллеров Видел товарищ Там смешная пародия С охуенной рисовкой Опенинг девушки Неинтересно Убитых бандитов Который на свою удачу В тот день Немного припозднился Он же и обнаружил Тела убитых Но сотрудничать с милицией Не стал После этой расправы Волки похоже Полностью потеряли страх Бывший директор Кирмского горторга Гранд Кочарян Был довольно удачливым Предпринимателем Владел сетью Из-за которой У него и разгорелся Конфликт с Волком Тот в марте 2002 года Решил воспользоваться Услугами платной парковки И оставил там Принадлежавшую ему газель Однако в один из дней По непонятным причинам На стоянке рухнула крыша Из сотрудников Никто не пострадал А вот автомобили В том числе и машина Волка Оказались сильно повреждены Волк оправданий Кочаряна Слушать не стал И не стесняясь В выражениях Потребовал вернуть ему Потраченные на восстановление Машины деньги Гранд полгода Держал бандита В неопределенности А затем и вовсе Отказал ему В возврате долга Блять Серьезно? У тебя рухнула крыша? Повредился автомобиль? К тебе приходит Блять Пизданутый авторитет? Который людей Ебашит Блять При всех И говорит просто Верни мне деньги За мой разъебанный автомобиль Казалось бы Даже его предъява Выглядит Ну Адекватно Способ мести Волк выбирал недолго Он даже не стал Привлекать своих ребят А просто взял оружие Блять Да даже если бы он Потребовал Три стоимости Этой газели Его реально Вполне можно было бы отдать Учитывая ситуацию И учитывая что ты виноват сам И в намеченный день Отправился к торговому Центру Кочаряна Он подстерег Обидчика Когда тот Ставил свое авто В гаражный бокс И расстрелял Гранта в упор Цели достигли Четыре пули Предприниматель Скончался на месте Пиздец Август 2003 Года Справой над сутенером Игорем Жиловым Державшим прибыльную точку С проститутками На трассе Москва Санкт-Петербург Жилов не только Сопротивлялся Регулярным выплатам В казну лома Но и крайне Неосмотрительно Нахамил ему Тем самым Подписав себе Смертный приговор Волки подстерегли Жертву на Тургиновском шоссе И буквально Почему тебе нравится Твой никнейм И уже Блять Просто нравится Пально изрешетили пулями Расправа совершилась На глазах У многочисленных Автомобилистов Граждане с изумлением Будто на экране Кинотеатра Наблюдали Как Жилов Пытается спастись Бегством А за ним С пистолетом Бежит младший волк Бандит Настиг жертву Разрядил пистолет В голову А затем Подогнал Ауди убитого И погрузил тело В багажник В этот момент Около автомобиля Остановилась машина Патрульно-постовой службы И вышедший Из нее Милиционер Попытался Преградить Путь убийцы Требуя Чтобы тот Вышел из машины Приказ на задержание Перепутал Марки машин Полыхающий Автомобиль С обгоревшим Труб Перепутал Марки машин Пара-па-па Найс Задержание Найс О, план Перехват Провалился Почему? Перепутал Марки машин В багажнике Нашли в нескольких Километрах От места преступления Новым Сутенером Лом поставил Свое доверенное Лицо Бандита Дмитрия Веселого По кличке Весел Еще одним Бизнесменом Павшим От рук волков стал президент Тверской областной федерации греко-римской борьбы Артем Тунян. К нему в свое время Лом был очень благосклонен, но лишь до той поры, пока они не задумали общими финансовыми усилиями возвести торговый центр в Твери. Тунян вложил в дело около полумиллиона долларов, а Лом решил в итоге остаться единовластным владельцем здания. Получив команду, бандиты уничтожили Туняна, расстреляв его автомобиль. Во время стрельбы один из киллеров тяжело ранил случайную свидетельницу, которая на всю жизнь осталась инвалидом. 10 мая 2006 года вся Тверская область была потрясена расстрелом семьи директора Кирмского рынка Анатолия Башашина. Незадолго до этого коммерсанта поставили перед фактом. Он должен отписать свой рынок Лому. Тот, само собой, на подобное предложение не согласился. И тогда младший волк организовал ему телефонную травлю. Бизнесмены ежедневно стали звонить с угрозами. Но и это не сломило Башашина. Тогда отморозки решили действовать привычным для них методом. Вооружившись пистолетами с глушителями, они под покровом ночи проникли в особняк директора и принялись палить по домочадцам. Первым, кто попался на пути у киллеров, был сын коммерсанта Игорь. Какие кончи, блядь. Спасибо, Диана Гриффин. И представляете, вот существует куча преступников, просто ублюдков, блядь. И кто-то это еще романтизирует, блядь. Любит, ну типа, на себя примеряет роль бандита и прочее. Что за чумошники, нелюди и мрази? Блядь, люди строят бизнес, что-то там сами делают. Эти уебки, блядь, приходят. Что-то отбирают, блядь, кончи ебучие. Просто трэш. Молодого человека убили выстрелом в голову. Следом устранили и выскочившего в коридор Башашина. Не пожалели бандита и двух женщин, жену предпринимателя Валентину и дочь Татьяну, которые мирно спали в одной из комнат. Уничтожив всю семью, волки покинули жилище директора рынка незамеченными. Но все же самым громким убийством из тех, что приписывались волкам, стало устранение популярного шансонья Михаила Круга. События той ночи с 30 июня на 1 июля 2002 года известны со слов вдовы Круга Ирины. Накануне Михаил выступал в Твери на дне города и домой вернулся ближе к 9 вечера. В это время в особняке помимо него и супруги находились трое их детей и теща. Именно на нее первую напали двое бандитов. Произошло это около полуночи, в момент, когда пожилая женщина вошла в одну из комнат на втором этаже. Заслышав шум, Ирина отправилась наверх и приоткрыв дверь увидела, как отморозки бьют ее мать. Шокированная женщина бросилась в соседнюю комнату, где готовился ко сну Михаил и сообщила ему об увиденном. Но едва супруги выбежали в коридор, по ним открыли огонь. Ирина не пострадала и сумела выскочить из дома, а в прикрывавшего ее Михаила угодило две пули. Несмотря на тяжелые ранения, он смог дойти до дома соседа, который отвез его в больницу. По некоторым данным, сотрудники скорой помощи, узнав характер ранений, отказались выезжать на место без присутствия там стражи порядка. За жизнь пациента врачи боролись всю ночь, но их усилия оказались тщетны. Утром 1 июля Михаила круга не стало. Поскольку из дома певца не пропало ничего ценного, следователи сразу же предположили, что имеют дело с заказным убийством. Но вот кому мог помешать столь любимый в определенных ругах певец, было неясно. Лишь в 2008 году стала вырисовываться наиболее очевидная версия. Именно тогда стражам порядка, наконец, удалось задержать почти всех волков. К моменту, когда основные бандиты оказались на скаме подсудимых, их главарей Лома и Волка уже не было в живых. Первым на тот свет отправился волк. Его труп с огнестрельными ранениями нашли 28 ноября 2005 года в Тверском микрорайоне Юнность. Поскольку волк был крайне скрытным человеком, с кем он встречался в последний день своей жизни, так и осталось тайной. Убийство авторитета не раскрыли, а его место занял сын, младший волк. Костенко пережил своего товарища на год. 19 сентября 2006 года он в компании бизнесмена Владимира Губенко и телохранителя направлялся на деловую встречу. Лом сидел за рулем, Губенко рядом с ним, а охранник расположился сзади. Был открыт огонь по внедорожнику авторитета. Губенко погиб на месте, телохранитель не пострадал, а сам Лом получил 20 огнестрельных ранений, но остался жив. Охранник попытался было завести машину, но тщетно. Пули вывели ее из строя. Тогда он поймал попутку, на которой истекающего кровью авторитета доставили в больницу, где Костенко умер на операционном столе. После гибели шефов младшие волки остались не у дел, и при попытке начать собственную деятельность потерпели грандиозное фиаско. Один за другим бандиты попали за решетку. А помогла милиционерам распечатка телефонных звонков с угрозами, которые поступали на сотовой Анатолия Башашина за пару недель до его гибели. Документ быстро вывел сыщиков на след телефонного террориста, который немедля сдал инициатора младшего волка. Дальнейшее было делом техники. В доме последнего провели обыск и нашли стволы, из которых совершались убийства. В ходе расследования других преступлений фотографии волков показали вдове Михаила Круга, и Ирина уверенно опознала одного из нападавших на ее дом. Ебать. Тот заявил, что убийцей Круга был ставленник Лома, Весел. К слову, сам Лом, который был почитателем таланта Шенсанье, хорошо знал певца. Однако незадолго до смерти Круга между ними пробежало кошка. Якобы Лом требовал у артиста, чтобы тот отдавал ему за покровительство часть гонораров. Михаил отказался. И тогда разгневанный Лом отослал в дом обидчика Весела и его приятеля, некоего Сергея. По задумке авторитета, задачей налетчиков была банальная кража. Они должны были вынести из дома певца наиболее ценные вещи. А потом Лом планировал разыграть представление, найти воров, забрать у них добро Круга, вернуть его владельцу и тем самым обязать Михаила к благодарности и сотрудничеству. Но почему такой бескровный план вылился в бойню, так и осталось загадкой. Не прояснил ничего и сам подозреваемый. К моменту обнароду... Бля, какой трэш, сейчас смотрю, я просто охуеваю. ...новых подробностей Весел был уже 9 лет как мертв. Убил его по собственному признанию сам младший волк. Вывез в начале марта 2003 года в лесополосу, расположенную неподалеку от города Кимры. Расспросил о заказчике убийства Круга и хладнокровно застрелил, закопав труп в неприметном месте. На место захоронения младший волк указал сам. К судебным слушаниям, которые начались в 2009 году, у следователей были готовы 108 томов уголовного дела. А показания согласились дать около 500 свидетелей. 2 октября, наконец, был оглашен приговор. Пожизненные сроки, помимо младшего волка, получили Александр Агеев и Дмитрий Баскаков. Юрий Цветков был приговорен к 21 году лишения свободы. Правда, из-за состояния здоровья срок ему вскоре скостили до 10 лет, из которых тот отсидел немногим больше 8. Дмитрий Пауков, не принимавший участие в убийствах, получил 2,5 года в колонии. Ебать! И кто-то после этого еще тюремную романтику пиарит, толкает и считает, что это круто. Всегда ненавидел эту культуру. Блять, просто. И всегда считал, что она для объебосов тупорылых. Ну, в целом, так оно и есть. Продолжение следует...